ну что ж поехали всем привет продолжаем наши виниловые путешествия взял я пачечку пластинок с полки пачечка пластинок записанных одним из самых любимых моих музыкантов это джон мари пластиночек тут немало сейчас я покажу сейчас я покажу их вот все покажу вот они родные это примерно треть может быть чуть больше 3 того что записал великий прекрасный невероятный джон майл вообще у него порядка 60 альбомов на сегодняшний день вышла у меня чуть поменьше ну хочется мне поговорить о вот этой пластинке про этот альбом джон майл plays джон майл джон майл играет джона майл вышел альбом в шестьдесят пятом году а записан 7 декабря 1964 года в клубе клук с клик хэмстед лондон понедельник 7 декабря 64 год состав здесь следующий джон майл вокал гармоника орган и девятиструнная гитара на которой он играет здесь не очень хорошо в основном играет на клавишах роджер дин лидер гитара роджер дин это не тот роджер дин который художник роджер дин который оформлял пластинки таких групп как оси биса таких групп как юра и хит таких групп как badger еще много-много-много-много чего ну и конечно яс конечно яс большинство альбомов я соформлены роджерам дином он очень узнаваем в своем творчестве в манере своей игры Джон МакВи бас-гитара, тот самый Джон МакВи, который уйдет после записи пары тройки альбомов Смайлом уйдет в Fleetwood Mac Хью Флинт ударные и Найджел Стандер, тенор и слайд-саксофон Что такое слайд-саксофон? Это надо слышать здесь, потому что словами это не описать Это не инструмент такой, это манера игры Хотя, впрочем, может быть и существует в природе слайд-саксофон Но я в этом не уверен Пластинка концертная, очень качественно записанная Несмотря на то, что это 64-й год Безо всяких наложений, без ничего Я удивлялся еще, почему же такой хороший звук на пластинке Оказалось следующее, что группа играла в клубе А в двух домах от клуба находилась студия Дека И Джон Мэйл протянул кабель от пульта Не знаю, какой там был пульт в 64-м году Что-то было Протянул кабель в студию и звукорежиссеры записали концерт уже в студии Дека Но, тем не менее, звук живой Все живое, все по-настоящему, все по-честному И что хочется сказать про этот альбом? Он практически не похож на все то, что записывал и играл на концертах Джон Мэйл после этого Потому что здесь, собственно говоря, и критики то же самое пишут, но это и слышно и безо всяких критиков Что рока здесь гораздо больше, чем блюза Все последующие пластинки Мэйл, они, в общем, чисто блюзовые практически Ну, если не считать того, что треть альбомов примерно вообще джаз Ну, джаз такой блюзовый С блюзовым душком, я бы сказал На самом деле, блюз просто в смеси с джазом Но, тем не менее, эта пластинка звучит примерно так же, как звучит первый альбом The Rolling Stones, и второй альбом The Rolling Stones, и третий альбом The Rolling Stones И четвертый альбом The Rolling Stones, но ближе всего к первому все равно Ну, к первому двум Тем более, что в Америке и в Англии альбомы The Rolling Stones были разные Первые, первые несколько штук И песни из второго альбома были на первом, из первого на втором и так далее и тому подобное Ну, если бы здесь был такой же фронтмен, как Мик Джаггер Эта группа вполне была бы конкурентоспособна с The Rolling Stones Потому что такие ракешники, такой драйв, такое зверство в хорошем смысле этого слова Настоящий такой блюз-рок, но не тот блюз-рок, который стал потом в наше время блюз-рок С пафосными гитарными соло длинными, с вылизанными, такими вычищенными структурами С эстрадными номерами, как у Гарри Мура, бывалыча Половина произведений просто такие на MTV и вперед, и получая грэмми Это блюз-рок такой, как, я уже говорил, как The Rolling Stones первый То есть драйв, секс, грохот, полный кайф, полный отрыв Несмотря на то, что это Джон Мэл, про которого мы привыкли думать, что это такой практически академический блюз До академизма здесь далеко, как до луны, наверное Хотя и гитарных соло здесь, будь здоров, сколько и гармошки губной, будь здоров, сколько практически нон-стопом Начинается пластинка с Crawling Up The Hill Которая сразу вырубает напрочь Просто вот ставите первую вещь и понеслось, понеслось Попадаете сразу в лондонский клуб Дым-туман, пот, пиво, девчонки и прекрасные музыканты на сцене Про прекрасных музыкантов сказал великий Алексис Корнов Один из... ну, даже не один из, а, наверное, не один из А, наверное, единственный главный основатель такой штуки, которая называется британский блюз Хотя его пластинки не столь известны, как пластинки Джона Майла Как пластинки Fleetwood May Как пластинки всех остальных The Rolling Stones и прочих Крим Но, тем не менее, он являлся великим организатором Великим деятелем, энтузиастом блюза И, можно сказать, и создавал все те группы, которые я уже обозначил выше Создавал каким образом? Он собирал музыкантов, они играли в его клубе В одном, в другом, в третьем Он их знакомил, сводил, вместе с ними играл на гитаре, на гармошке, пел И все знакомились, все варились в этой каше Алексиса Корнера И потом оттуда появлялись уже совершенно самостоятельные группы Мик Джаггер там, по-моему, один раз у него всего играл В Алексис Корнер Инкорпорейтед была такая группа сборная Через которую прошли все, включая Роберта Планта и Пола Роджерса И кого только... Нет, я как-нибудь покажу пластинку Алексиса Корнера Где и Роберт Плант, и, собственно говоря, еще человек 15 известнейших музыкантов Ну вот, «Crolling on the Hill» Первая вещь, вырубающая совершенно «I wanna teach you everything» Второй номер, где Мэл уже разошелся и поет так Что его можно сравнить с какими-то черными прекрасными soul-блюз певцами Он дублирует своими криками инструментальные партии Подпрыгивает за органом Что очевидно, этого не слышно, но это очевидно совершенно Потому что у него с горлом вот это все происходит «When I'm Gone» прекрасный запев Майла Шаманский, какой-то вудуистский Такой почти истерика Но при этом блестящая игра на органе Блестящая игра группы Сплоченный, сыгранный Вот так вот Все единое ядро Такое прекраснейшее Настоящий рок «I need you love» Удивительное произведение с гитаризмами С гармошкой С полными, развернутыми соло И хочется сказать про «I need you love» Такую штуку, что вот этот самый Роджер Динн Гитарист практически неизвестный у нас Хотя он играл после Джона Майера Играл в нескольких группах Потом занимался преподаванием гитары И даже сольные альбомы записывал Этот самый Роджер Динн Про которого мы вообще ничего в нашей стране не знаем Он здесь играет на гитаре так, что можно поставить его в один ряд с Джимми Пейджем, наверное Такое безумное, беспредельное, совершенно гитарное соло, импровизация, тремоло Такое, которое убирает Карлоса Сантану напрочь Поскольку Карлос играет вот эти свои тремоло Очень академично, очень чисто, очень точно А Дим играет по-роковому Нельзя сказать, что грязно и расхлябанно Но с такой жизнью, с таким ощущением полета и ощущением мяса Что просто не оторваться Удивительное гитарное соло в песне «I need you love» The Hot All, R&B Time, маленький такой сборничек из песен «Night Train» и «Lucy» Который не очень хорош, на мой взгляд Потому что то, что сыграно раньше И то, что принадлежит Перу, собственно, Джона Майла Звучит гораздо интереснее Две песни добавлены, записанные в студии Блю Сити, Шейкдаун и Крокодайл Волк Они записаны в 65-м году и добавлены уже в альбом Просто так, чтобы добить, наверное, сторону Но они значительно проигрывают концертным версиям Тем более, что вторая сторона начинается с Крокодайл Волк В концертном варианте Которая, конечно, сразу все стоит на свои места Удивительный инструментал «Runaway» Где Майл показал все свое мастерство игры на губной гармошке Ну, еще несколько вещей Они все хорошие, в принципе Но то, что подкупает больше всего Это финальная песня под названием «Chicago Lime» А, кстати, о слайд-саксофоне Вот «The Hood All» «The Hood All» Песня на первой стороне Где играет этот самый Наджел Станджер На слайд-саксофоне Издавая немыслимые, невероятные звуки Которые не издавал ни Чарли Паркер Ни никто, наверное Ни Калтрейн Никому не удавалось Никому в голову не приходило Что саксофон можно использовать именно так Вот здесь это и есть на «Hood All» Так вот, «Chicago Lime» Вещь на одном аккорде В одном аккорде И вот это уже страшное блюзовое прекрасное безобразие Где все играют в этом самом одном аккорде Невероятная раскачка Невероятный свинг Невероятный джаз В широком смысле этого слова И потрясающий блюз Это просто надо слышать «Chicago Lime» Это, наверное, изюминка Главная сей пластинки Ну, что можно еще сказать об этом альбоме Это дебют Джона Майла Взрослого дядьки здоровенного, крепкого парня Который Служил в армии Родился в 1933 году Значит, здесь ему было уже за 30 А все то окружение блюзовое Которое вокруг него вертелось Это были 20-летние сопливые парни Такие, как Эрик Клэптон И все остальные Джимми Пейджи Это были мальчишки А Майл был уже повоевавший в Корее Побитый жизнью Здоровенный, крепкий мужичина И ему было уже за 30 Когда он дебютировал с этим прекрасным альбомом А остальную пачку пластинок Джона Майла Мы полистаем в следующий раз Если вас смущает моя футболка Iron Maiden То это просто моя домашняя пижама В ней я рублю дрова Мою пол Топлю печку И прочее Я не люблю Iron Maiden Я люблю Джона Майла С вами был я Пока Субтитры сделал DimaTorzok